Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Лента в студии Луиза Сысоева. В Артёме сотрудниками полиции пресечено общественно опасное поведение водителя иномарки. Кадры с места происшествия в Приморье вечером 28 марта распространились в соцсетях. Водитель, скрываясь от погони, врезался в Лексус. Развязка происшествия в нашем материале. Находясь на маршруте патрулирования в районе дома номер 147 на улице Кирова, инспекторы Дорожно-патрульной службы ОГИБДД отдела МВД России по городу Артёму обратили внимание на автомашину марки «Хонда Сирви», которая двигалась с нарушением правил дорожного движения. На неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал и, увеличив скорость, попытался скрыться, при этом грубо нарушал правила дорожного движения. После задержания полицейские установили, что за рулём автомашины находился 35-летний гражданин с явными признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, управлял автомашиной, не имея водительского удостоверения. Обучение в автошколе не проходил. В ходе разбирательства повёл себя агрессивно, угрожал сотрудникам полиции физической расправой, нанёс инспектору ДПС телесные повреждения. В соответствии с федеральным законом о полиции, правонарушителю была применена физическая сила и спецсредства – наручники. В отношении правонарушителя составлены административные протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и повреждения дорожных сооружений. Возбуждено 8 дел об административном расследовании за выезд на полосу встречного движения и 6 дел за проезд на запрещающий сигнал светофора. Новый сквер по конкурсу «Твой проект» появится в угловом. За это строительство проголосовали жители. Конкурс проводится в край уже в третий раз по поручению губернатора Олега Кожемяка. Подробнее наш корреспондент Виктория Летита. Новый сквер уже очень скоро обретёт свои очертания. Через несколько дней в районе дома номер 4 по улице 2-й Рабочий начнётся глобальная стройка. Пока из прекрасного здесь только тротуар и дорога. Горки и качели, как память из советского прошлого, устарели морально и физически. Мы пришли, посмотрели, размеры посняли, сделали эскиз. Долго эскиз этот форматировался. Улучшали, как говорится, сколько скамеек поставить, сколько урн. Либо много, либо мало. Какие вазоны сделать, какие, получается, кустарники посадить. Ну, это тоже всё долго обсуждалось. Потом это вынесли на голосование жителей. Твой проект – конкурс проектов инициативного бюджетирования, который проводит правительство края уже два года. Жителям микрорайона угловое предложено было принять участие в нём. И проект выиграл. А это значит, что сквер получил финансирование. Борис Макаров – человек неравнодушный. Искренне переживает за облик веренной ему территории. Говорит, что ещё далеко до проекта здесь уже началось благоустройство. Скажите, пожалуйста, в общей сложности сколько здесь будет установлено новых скамеек, фонарей и так далее? Вот числа в количестве? Ну, мы количество, конечно, прибавляли, убавляли. Но порядка восьми скамеек здесь, они большие, будут стоять. Будут дорожки по кругу, будут урны, чтобы люди, как говорится, не бросали мусор. Будет освещение на четырёх столбах. Да, раз, два, три. Вот четыре столба будут освещаться. Жители Углового уже заметили позитивные изменения. Пенсионеры Ким живут в этом районе с 2017 года. Знаете, здесь намного лучше стало, чем раньше. Мы приехали, здесь не было ни асфальта, ничего же не было. А сейчас благородили, есть где пройтись пешеходом. Мы вот с собачкой гуляем. Мы глубокие пенсионеры. Ну, вот сейчас появится сквер. Это же прекрасно. Будем отдыхать. Озеленить, скамейки поставить. Там старикам что нужно? Строителям предстоит произвести грунтовые работы, демонтировать остатки старого спортивного оборудования, опилить и устранить старые деревья, высадить новые. Сделать новые современные пешеходные дорожки, установить скамейки и урны. Наверняка новый сквер станет для более двух тысяч человек, проживающих в округе, приятным местом отдыха. Виктория Летита, Денис Надельный, Светлана Нурик. Городские новости. Артёмовский телеканал «Лента». Очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства прошло в администрации Артёма. Участники обсудили важность соблюдения налогового законодательства и последствия его нарушения. Рассказывает Вероника Климова. Члены Совета – это не только предприниматели, но и руководители отраслевых органов. Казалось бы, итоги 22-го года и первый квартал 23-го года. Казалось бы, отчёт. Я слышу, по крайней мере, слово «отчёт», кажется, что это сухо, цифры и прочее. Вчера достаточно интересная была информация. Информация не только, сухие эти цифры были сказаны. А вообще он рассказывал алгоритм, как они выходят на эти проверки, что предшествует, каким образом они… То есть у них цель – не наказать, а вообще предупредить нарушение, предотвратить это нарушение, потому что первоначально за неприменение контрольно-кассовой техники у них даже предусмотрено такое, что наказать не сразу штраф, допустим, а предупреждение. Дискуссия получилась интересной и оживлённой. Участники заседания смогли задать спикерам все интересующие вопросы и сразу же получили ответы. Вообще я хочу сказать, наш совет, он такой… Это действительно не для галочки орган, который работает и который рассматривает вопросы. Вот в частности, мы вчера только тоже рассматривали вопросы по проведению регаты на территории нашего города Артёма в районе Бухта-Амбовозы. Ну и это тоже инициатива была от нашего совета. Также начальник отдела оперативного контроля Федеральной налоговой службы России Олег Зубарев рассказал собравшимся о том, что сотрудниками ФНС бесперерывно ведётся работа по наблюдению и выявлению фактов нарушений, а также оперативно обрабатываются жалобы от населения. В результате чего предприниматели систематически нарушающие привлекаются к ответственности. А также отметил, что незаконная предпринимательская деятельность на территории округа остаётся до сих пор наболевшей темой. Вероника Климова, Иван Петров, Светлана Нурик, Городский, Новости, телеканал «Лента». В дни школьных каникул у артёмовских школьников большая экскурсионная программа. Они посещают различные предприятия и учреждения. Самое необычное состоялось в студии Артёмовского городского телевидения, где ребята познакомились со всеми тонкостями телевизионного производства. Продолжит мой коллега Александр Наточев. Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Лента» в студии Луиза Сосоева. Сегодня в программе. Отметили культурно. Выпуск городских новостей для тех, кто хочет попробовать свои силы в тележурналистике. Сотрудники телеканала «Лента» с восторгом наблюдают за рождением звёзд. Хотя на самом деле это обычные школьники, которым интересны средства массовой информации. В своих школах вы занимаетесь примерно тем же самым делом, да? Какие-то издаёте газеты, там, может быть, радиоточки. А в некоторых школах ещё и видеовещание. У нас в школе очень долго стояла радиоточка, которая не использовалась. Я её однажды увидел и понял, что надо её как-то развивать. Потому что, ну, если есть возможность, надо делать. Я ведущая видеогазеты «Новый взгляд». Мы снимаем актуальные новости нашей школы и выкладываем на ютуб-канал. У нас есть аккаунты нашей школы. Это в Инстаграме, в ВКонтакте. И также мы туда выкладываем какие-то новости. Студия любого телеканала – закрытая территория. И попасть туда постороннему невозможно. Зачем обычному человеку знать, как работает телевизор? Достаточно видеть, что происходит на экране. Экскурсия на ТВ дала возможность будущим журналистам не только познакомиться с производством, но и самим поучаствовать в создании контента. Это мой первый раз, когда меня снимают на камеру, я с суфлёром. И это новый опыт, я волнуюсь очень сильно, да. Совместный проект Артёмовского телеканала «Лента» и городской газеты «Выбор» при поддержке администрации создание молодёжного медиа-центра для начинающих журналистов и блогеров. Руководитель проекта Олег Кульгин отметил, что это хорошая новость для всех желающих проявить репортерские способности. Если у вас есть интерес что-то доносить, то, что у вас есть для других людей, вы можете какую-то определить для себя тему. Взять телефон, снять какой-то сюжет, на основании этого сюжета сделать какой-то, ну как мы назовём, репортаж и выставить в своём аккаунте где-то. Не откладывая в долгий ящик, начать решили с главного, с городских новостей на телеканале «Лента», чтобы каждый участник экскурсии почувствовал свою причастность к большому и важному событию, которое происходит здесь и сейчас, когда скучный зелёный храм Акей превращается в красивую заставку. На этом наш выпуск завершён. Больше новостей на сайте телеканала «Лента» и в социальных сетях. Оставайтесь с нами! Александр Наточев, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости. Артёмовский телеканал «Лента». Это все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»